Мы читаем труды Бали Сулама, страница 112, введение в книгу Зор, пункт Ламет Далет, 34-й. Вопросы можно задавать на Кап-Сиви. Избранные вопросы будут заданы в процессе урока. Начнем с 33-го пункта. Но в соответствии с этим, для чего им, постигшим Зор, нужно было описывать все эти изменения в самом мире Ацелут? Не лучше ли было разъяснить это в отношении получающих в мирах Бия и не нагромождать столько понятий в мире Ацелут, чему придется искать какие-то отговорки? И заключена в этом очень большая тайна. Как сказано, и подобен я сказанному пророками. Действительно есть в этом проявление божественности, так, что все эти образы, создающие впечатление только в душах получающих, покажут душам, как сам Творец участвует в этом с ними, чтобы максимально увеличить постижение душ. Подобно отцу, скрывающему себя от своего маленького любимого сына, как в горе, так и в радости, несмотря на то, что нет в нем ничего ни от горя, ни от радости. И делает это только для того, чтобы заставить своего любимого сына расширить свое понимание, чтобы позабавиться с ним. И только после того, как подрастет и поумнеет, узнает, что во всем, что сделал для него отец, не было ничего за правду больше, чем необходимо для забавы с ним. Также и по отношению к нам, несмотря на то, что все эти образы и изменения начинаются только во впечатлениях душ, и в них же заканчиваются, все же проявление Творца создает воображаемую картину, будто все они находятся в нем самом, и делает это Творец для того, чтобы максимально расширить и увеличить постижение душ в соответствии с законом замыслов творения, чтобы доставить наслаждение своим созданиям. И пусть не покажется странным, что подобное этому найдешь ты в управлении его в материальном мире. Например, наше зрение. Когда мы видим перед собой огромный мир и все его великолепное наполнение, ведь мы видим все это не в действительности, а только внутри самих себя. То есть в затылочной части нашего мозга находится некое подобие фотоаппарата, которое рисует там все видимое нами, и не то, что находится, а не то, что находится вне нас. Более того, Творец создал в нашем мозгу подобие линзы, переворачивающей все видимое нами, чтобы мы смогли увидеть это снаружи, вне нашего мозга, находящегося перед нами. И хотя то, что мы видим вне нас, не является реальностью, в любом случае мы должны быть благодарны управлению Творца за то, что в нашем мозгу существует эта линза, позволяющая нам увидеть и постичь все, находящееся вне нас. Так как тем самым он дал нам силу изучать, изучить каждую вещь, получил знания и полную ясность, измерить каждый предмет и снутри, и снаружи, и тому подобное. И если бы не это, у нас не было бы большинства знаний. В этом заключается разница между восприятием этого мира и восприятием мира духовного. Когда духовный мир человек воспринимает внутри себя, все находится внутри него, внутри желания получать. Он чувствует и раскрывает, что это именно так. А вот это вот восприятие чего-то, находящегося вне меня, то, чего ко мне не относится, это и называется восприятием этого мира. Разница между одним и другим, это именно наш эгоизм, который отдаляет какие-то ощущения, находящиеся во мне, он как бы выносит их наружу. И вот эта разница происходит при помощи разбивания кейлим, потому что они тогда и стали посторонними, отдаленными, находящимися вне эгоизма каждого. Вне желания каждого. Но именно, как мы говорим, что есть первое, второе, третье состояние. Мы говорим, что когда мы приходим к третьему состоянию, чем оно отличается от первого состояния? Это то же самое состояние. Мы просто понимаем, чувствуем то, что мы находимся, существуем в нем, что мы воспринимаем его во всей его глубине. Почему? Потому что мы могли пройти через длинный путь ощущений и выяснений того, что есть нечто вне нас и внутри нас. Именно при помощи того, что эгоизм выбросил из меня миллиарды различных ощущений, неживорастительных, животных и уровней человек, я ощущаю их находящимися вне себя. При помощи того, что сейчас я их подобляю в себе, приближаю силы, хочу, не хочу и так далее, этим я увеличиваю свое чувство, свое понимание, пока я не прихожу к любви, которые я как бы при помощи этого возвращаю их внутрь, и таким образом я приобретаю расширение своих чувств до бесконечности, до 125 ступеней. Представьте себе, сколько мы понимаем и чувствуем из того, что в нас происходит. Я не знаю, но если кто-то или что-то находится снаружи, я вижу в нем различные признаки, хорошие и плохие, даже самые маленькие, я сразу же чувствую это очень сильно, потому что мой эгоизм это удваивает. Внутри меня эгоизма не существует, мое желание получать, а именно оно таким образом не существует, так как оно проявляет себя снаружи. Поэтому любая вещь, которая находится снаружи, к ней я очень-очень чувствителен. Однако к тем явлениям, которые находятся внутри, нет. Поэтому человек и не знает себя, не чувствует себя. Он не видит себя так, как видят его другие. Иногда он ужасается тому, что ему открывают глаза и начинает говорить ему, кто он и что он. Как такое быть может? Я не такой. Почему? Потому что самих себя мы не знаем, не осознаем. Мы не чувствительны к самим себе, к самим себе, то есть собственным качествам. Мы хотим себя наполнить, конечно же, да, но не при помощи свойств. Однако снаружи меня это очень волнует. Этот ко мне так относится, тот так, я должен так относиться и так далее. Постоянно. И поэтому при помощи того, что разбиение вывело всю мою внутреннюю часть снаружи, оставило во мне, в общем-то, очень маленькое желание, маленькие ощущения. Я, если я начинаю работать с тем, что мне кажется, снаружи, для того, чтобы снова почувствовать это внутри, чтобы свет и кли стали одним единым целым, при помощи этого я приобретаю огромное количество впечатлений, потому что я должен каким-то образом относиться к каждому, насколько он ненавидим мной, и насколько я делаю его любимым. То есть от одной крайности в другую. И все эти ощущения придают мне мощность света в 125 раз больше, понимание того, где я нахожусь и чего я ощущаю и так далее. В этом заключается разница между миром бесконечности, который был изначально создан творцом, и он был там создан лишь в качестве маленькой точки. У нас из этой самой маленькой точки мы ее взращиваем при помощи того, что вносим то, что находится снаружи, внутрь, и возле ближнего своего, как самого себя, то есть весь мир. Да. Раф, я понимаю, о чем говорит Балисулам по поводу фотоаппарата в нашей затылочной части, но возникает вопрос, то, что мы видим во внешнем мире, это для того, чтобы мы смогли прийти к какому-то пониманию, ощущению в этих наших пяти органах чувств. Скажем, если я смотрю вдаль, я вижу хорошо, или есть у людей более обостренный слух, более чуткий, это измерение их эгоизма? Материальное – нет. Это зависит также от возраста, от многих других вещей. Ты можешь сказать, конечно, да, но все-таки это происходит ведь в желании, правильно, но в нашем желании есть несколько таких явлений, которые находятся внизу, ниже нашего влияния. Самый великий каббалист, в конце концов, умирает при том, что он теряет зрение, слух и так далее. То есть есть процессы на неживом растительном и животном уровнях, которые происходят с человеком, над которыми мы не властны. Никто не управляет собственной судьбой. То есть и в конце исправления, после 125 ступеней, это не находится под властью человека? Правильно. Те самые части не находятся под управлением человека, но лишь по той причине, что мы приходим к окончательному исправлению, то тогда вот этот уровень этого мира, он просто исчезает. У него нет больше... Ну, для чего существовать? Он и так является выдуманным. Очень тяжело представить себе истинное состояние, в какой иллюзии мы с вами находимся. Это просто не дано. Это настоящая иллюзия. Мы все как бы спим и видим некий сон. Это то, что является нашей жизнью. Это не какие-то красивые слова. А действительно, на самом деле, это не реальность то, где мы находимся. Нет такого. Это рисуется внутри желания получать в таком его виде, что оно как бы умирает и самостоятельно не реагирует, просто ему проецирует такую картину. И эту картину, которая в нем проецирует, внутри желание получать, когда свет немножко светит в нем и пробуждает в нем такое ощущение, называемое этим миром, Эта картина лишь должна пробудить человека к тому, чтобы приподняться к более высоким состояниям. В ней нет никакой реальности, иначе просто нет смысла никакого в ее существовании. Поэтому в такой картине, в которой мы существуем, насколько быстрее мы пробудимся, будет лучше. А насколько мы ленимся в этом, так эта картина становится немножко хуже, еще хуже и так далее. В конце концов, ее целью, в общем-то, является пробудить нас, приподняться. Это желание получать, которое получает самое маленькое такое свечение, оно потихоньку продвигается, скажем, эволюция, наше развитие. Немножко продвигается, чтобы дать нам некое пробуждение, чтобы начать раскрывать высшее измерение. И высшее измерение — это все, что находится в ней, все это уже духовное. А она сама по себе... Зуар тоже говорит, что все, кто находится в этом мире, они спят, да. Вопрос такой во мне возник. Насколько каббалист, который прошел весь путь, ведь мы находимся в мире иллюзорном, все страдания, которые проходят человечество, должны быть тоже иллюзорными? Насколько действия эгоизма нереальны? Насколько каббалист может эти вещи увидеть? Все, что находится в проходе человечества, все эти страдания, если этот мир иллюзорен, то страдания тоже иллюзорные? Да, но у каббалиста есть проблема, у него есть собственная задача. Прежде всего, какой путь он прошел, я не знаю, это не обо мне. Ты говоришь о высоких вещах. Ну, скажем, то, что я прохожу. Я не каббалист, но я прохожу всякие страдания. У каббалиста есть цель, как можно быстрее вывести весь мир, я говорю о нашем времени, не о том, что было прежде, вывести всех людей на духовный уровень, то есть пробудить их, вывести их из всего этого слоя, в котором нет жизни, а только они считают, что они живут. А на самом деле это сон. Это так же, как ты находишься в бессознательном состоянии, у тебя есть какие-то там иллюзии или еще что-то там в голове крутится. Каббалисты должны вывести нас из этого состояния. Коможно быстрее пробудить нас. Чем он нас пробуждает? Он беседует с нами об этом, проводит уроки на эту тему, говорит, что делать, чтобы пробудить свет. Ведь он ничего сам по себе сделать не может. Он может только сделать такое некое внешнее возбуждение. Он говорит, как организоваться, чтобы притянуть свет. Так же через него приходит свет. Но в любом случае, здесь должна быть некая работа, усилия со стороны людей. Поэтому он их пробуждает, еще раз пробуждает, чтобы они снова бы пришли к нему и работали бы вместе с ним, чтобы увидели то, что написано в книге. Главное это, в конце концов, свет должен прийти и воздействовать. Повлиять на человека или через того каббалиста, или через группу, и тогда человек пробудится. Вот и все. В этом заключается его работа. Это его работа с публикой. Как можно больше вывести весь мир к свету. В этом заключается работа нас всех. Теперь, насколько мы сегодня прилагаем усилия вместе с этими великими... Прежде всего, с Бала Суламом, который в действии начал вот это все поколение, последнее поколение. Насколько мы со всем этим продвигаемся, то и мы тоже удостаиваемся. Но в основном мы удостаиваемся того, что мы раскрываем это для всего мира. Вот и все. Да. Чему мы можем научиться из того, что мы... То, что видим перед нами, находится внутри нас? Я тебе уже объяснил. То, что я вижу, то, что находится вне меня, я должен внести это внутрь себя. Каким образом? Каким образом? То есть полюбить это. Поэтому это называется, что это находится внутри меня. Так же, как мы видим даже в материальной нашей жизни. Ребенок маленький сначала находится внутри матери. Посмотри, что природа делает. Он находится внутри матери. Настолько мы должны внешне внести внутрь. И тогда ты, когда ты вот собираешь весь мир, когда ты приходишь к любви, ко всему миру, то есть собираешь их внутри себя, ты приходишь к духовному видению. Ты действительно... Ты лишь исправляешь. Это называется, что ты исправляешь собственные органы чувств. Это мир, который уже во мне существует. Как это раскрывается? Этот фильм уже существует постепенно. Я его раскрываю или я его создаю? Что именно происходит? Все существует. Но тем, что ты желаешь в этом находиться, ты этот фильм начинаешь прокручивать, чтобы увидеть истину. То есть каббалист может увидеть мой фильм, просмотреть его. А что в тебе в этом месяце видеть? Я не знаю. Нет, во мне нет. Что все ступени, они ведь одинаковы для всех. Но ведь каббалист может знать, существует ли уже этот фильм. Эти фильмы все существуют. Ведь этот путь уже существует до мира бесконечности. Он существует, эти 125 ступеней перед тобой, все решимод, все это находится. Но как ты реализуешь этот решимод при помощи добра или зла, этого не знает никто. Никто этого не знает. Он об этом и пишет в статье о Хорваке Дам Цартани, что, видимо, и творец этого не знает, потому что он дал тебе свободу выбора. Так что же является вот этим сном в этом исправлении? Это большая иллюзия. Это то, что ты сейчас видишь. Ты сейчас думаешь, что ты находишься сейчас на утреннем уроке, так с микрофоном стоишь красиво перед нами и говоришь. Вот через секунду зазвонит будильник, ты побежишь на работу или еще чего-нибудь. Или хумус побежишь кушать. Вот и все. Это сон? Иллюзия, что ты очень скоро начнешь кушать хумус. Дай новому парню, откуда? Из группы Афулы. Вы видите, из Афулы с самой приехал. Не то, что ты-то. Есть некая путаница, потому что эта картина должна измениться визуально, но сказано, я из плоти своей узрю тебя. Это подобно тому, что как будто бы я маленький ребенок и восприятие реальности мое изменяется относительно того, что я вижу. Скажем, мое отношение к работе кажется как игра. Когда я маленьким ребенком ходил в магазин, мне хотелось брать все. Потом я понял, что все стоят деньги. Также и в духовном все остается одним и тем же, только я вижу в ощущении, вижу себя внутри. Ты видишь внутри, каким образом на все вещи в этом мире облачаются духовные свойства. Ты начинаешь раскрывать то, что люди на самом деле не люди, что они просто ангелы, у которых есть определенные силы. Они сами как бы не существуют, но силы, которые в них есть, они существуют и воздействуют на тебя. Ты начинаешь раскрывать, что все, что происходит в этом мире, это вообще, у этих вещей нет никакого реального существования. Все зависит от того, как ты их воспринимаешь, каким образом ты, в общем-то, управляешь ими. То есть, ты создаешь игру, как бы, управления? Ты раскрываешь, что все это игра, правильно. И поскольку это уже не люди, легче к этому относиться, так? Это не проще, а просто зависит от тебя, от твоего отношения к ним, ко всему миру, к Творцу. И эта игра, она ведь происходит только в тебе самом. А кроме того, что ты видишь, и этой игры, больше ничего нет. Весь этот мир, это просто действительно мир игры, и ты управляешь им в соответствии, в зависимости от твоего соответствия высшей силе, и Творцу. То есть, есть ты, Творец, а все остальные люди, они действуют лишь из-за твоих отношений с Творцом. Это похоже на то, как написано «увидели голоса». То есть, это не визуально имеется в виду, а я просто знаю. Ты видишь, кроме этой, видимо, картины, ты видишь силы, которые все это задействуют, каждая деталь. Это называется зрением, что ты чувствуешь это? Ну, быстро. У нас еще есть пару минут. Мы сидим здесь, мы учимся, мы должны сделать все, чтобы подняться над этим миром, но иногда есть ситуация, когда какое-то событие или что-то, что происходит в этом мире, очень досаждает и создает большие трудности подняться над этим. Так что же делать с этим? В любом событии можно различить, или же это отрывает тебя полностью от понимания, от осознания, от ощущения того, что ты находишься внутри некоего процесса, и тогда все. у тебя нет никакого расчета с этим, тебе просто стирают всю эту связь с высшей силой, с этим миром, который является особым, театром и так далее. Тебе это все стирают, и ты снова вдруг как животное в этом мире вот так живешь и крутишься по нему. А если пока что у тебя есть это ощущение, что ты все-таки находишься в определенной реальности, которая управляется высшей силой, то тогда ты должен усилиться, насколько ты только можешь, так руками и ногами, как бы находишься в неком болоте, и ты хочешь вылезти из него, ты должен усилить свою связь с окружением, с учебой, еще с чем-то, немножко музыки в нашей послушать, еще чего-то. Только лишь, чтобы не упасть полностью в бессознательное состояние, вот и все. И тогда ты начнешь подниматься, и тогда у тебя есть дополнительные ощущения, однако главное это пытаться постоянно бояться, пытаться стараться бояться, поэтому заповедь о страхе является самой первой, бояться того, что ты можешь оторваться. То есть постоянно быть в таком внутреннем ощущении, как мать, которая думает о собственном маленьком ребенке, это постоянно в ней здесь присутствует вот эта забота о нем, не важно, членские состояния, она проходит, и мы так тоже должны постоянно бояться, что мы можем так оторваться, и постоянно заботиться об этом, поэтому для этого у меня есть поручительство в моей группе, порядок учебы, распространение всяких привычек и обязанностей, которые исполняют только лишь, чтобы не оторваться, и при помощи этого приходят. Это все еще перед нами очень близко все. Вы уже понимаете эту форму очень здорово. Ну, давайте перейдем к последней части урока. А прежде споем вместе песню. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok